Друзья, мы находимся на гостевой площадке и в нашей импровизированной студии гость. Это доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Орехов. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Спасибо, что нашли время, посетили нашу студию. Мы сегодня с вами хотим поговорить по поводу поправок Конституции, потому что уже со вчерашнего дня можно проявить свою волю и проголосовать. Мы коснемся с вами поправки, касающиеся русского языка. 68-я статья. Да, 68-я, там соответствующие поправочки появились. И вот здесь надо бы разобраться, потому что русский язык, он и так, собственно говоря, государственный язык. Что же изменится в целом благодаря этой поправке? Ну, дело в том, что закон помогает соблюсти те формы существования языка, которые вот сейчас есть. Они, естественно, сложились. У нас исторически сложилось так, что именно русский язык стал основным языком межнационального общения в нашей стране и языком, так сказать, государственного строительства. Ну, казалось бы, можно было не фиксировать в основном законе вот эту ситуацию. Но если мы посмотрим на опыт многих других народов, и прежде всего на опыт, допустим, наших соседей, да, у которых естественная языковая ситуация двуязычия стала предметом спекуляций и такого радикального разделения общества, то становится понятным, что то, что существует, то, что нам комфортно, то, что сложилось естественным образом, все-таки лучше закрепить в главном законе страны для того, чтобы спекуляции по этому поводу просто никогда не появлялись. А вот интересно, эти поправки никак не отразятся на статусе языков других народов, на культуре других народов? Дело в том, что в Конституции изначально было закреплено, что государство обязуется сохранять языки всех национальностей, всех народов, которые составляют народ Российской Федерации. Поэтому интересы других языков в этом плане никоим образом не ущемляются. Ну и потом, мы не должны воспринимать русский язык как язык этнических русских, потому что русский язык на самом деле создан всеми народами, которые составляли когда-то Российскую Империю, Советский Союз, Российскую Федерацию сегодня. Мы не можем сказать, что, там, скажем, Чингис Айтматов или Василь Быков, они не творцы русского языка, они точно такие же творцы русского языка, как Пушкин, Жуковский, Тургенев, Толстой. И это всенародное общее достояние русский язык, это тот инструмент, который вырабатывался веками. И в русском языке, у русского языка были такие моменты в истории, когда ему было очень сложно. По сути, у нас 18-19 век государственный язык по факту, это был не русский, а французский язык. Потому что русский язык попросту не готов был стать языком дипломатии, языком науки, языком светского общества. И только благодаря усилиям литераторов, ученых, в том числе и нерусского происхождения, очень быстро русский язык стал одним из главных мировых языков. Он язык международного общения сегодня. Это богатство, которое создано нашими предками. Это был настоящий, так сказать, культурный подвиг наших предков, создание такого языка, ну, не с нуля, но вот с того уровня, когда он воспринимался всей Европой, да и нами самими, нашими предками, как какой-то несовершенный инструмент. Сегодня это совершенный инструмент, и нам нужно его сохранять, потому что попытки, скажем, выдавить сегодня русский язык из научной жизни, они присутствуют. Мы с этим сталкиваемся, и симптомы, это довольно серьезные. Завтра наезды на русский язык, извините, они будут все сильнее. Это опять же, об этом можно судить по опыту наших соседей. Нападки на русский язык позволяют расшатать ситуацию в обществе. Поэтому статус русского языка, естественно сложившийся статус, обязательно нужно защищать. С учетом специфики поликультурности, многонациональности не только нашего региона, но и в целом всей страны, я так понимаю, утверждается статус того, что русский язык государственный, среди равных, таких же значимых языков других национальностей? Утверждается статус государствообразующий. По сути, дело это действительно язык государственный. Государствообразующий, это значит такой язык, который позволяет собрать все народы в некий единый народ, единый не по национальности, но единый по своему духу, по своим привязанностям, по своим эмоциональным каким-то константам. Да, единый в своей исторической памяти, в миропонимании. Это объединяющий язык. Это одна из важных склеек общественных, которые позволяют из разрозненных народов сделать народ единого государства, единый народ единого государства. Ну и хотелось бы добавить, конечно, что культуру никак нельзя сохранить без того, чтобы не сохранить свой родной язык. Ну, родной язык – это главное проявление родной культуры. Это важнее, чем, не хочу никого обидеть, но архитектура, живопись и прочее, потому что именно от языка происходит наше, и в языке выражается наше видение окружающего мира, и к тому же выражается в других видах искусства. Спасибо большое за беседу. Напоминаем, друзья, что в студии у нас был доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета Владимир Орехов. Говорили сегодня о поправках в институцию. Напомним вам, что сегодня вы также можете проголосовать. Избирательные участки открыты с 8 утра вплоть до 8 вечера. И до 1 июля у вас еще есть такая возможность. Спасибо. Спасибо.